То, что не скажут по российскому телевидению, скажут сами военной операции своим родственникам. Например, что украинские вооруженные силы перехватили инициативу на поле боя и на Донецком, и на Херсонском направлениях. И уверенности в том, что получится удержать позиции у захватчиков нет. Наша подборка свежих перехваченных разговоров от главного управления разведки далее в эфире. Спят в окопах, часть служивцев дезертировали. Тем такие новости сообщенные армией своей супруге и добавляют, что вновь прибывшим мобилизованным на фронте будет не сладко. В тот день, когда Путин в торжественной обстановке объявлял о попытке аннексии украинских территорий, его солдаты пытались спасти свои жизни. Именно тогда вооруженные силы Украины окружили Лиман в Донецкой области. Кто-кто из Крыма ездит? Танки хуйки. Ну правда новые, не как у нас в 60-х годах. Мы на 72-х воюем. Которые четыре машины тянут, а пять из них стреляют. Так вы что, на танки? Нет, ну я мотострелок. Вы что, на танки? Не-не-не-не. Мы уходили, пи***, под минометами. Там уже все, крестись, не крестись. Все в Бога верим. И во все, что можно верить, верим. Отсюда народу забирают. Как же деньги, пи***, автобусами. Ситуация сложная и непредсказуемая на Донецком направлении, признается путинский солдат своей супруги. Смотри, у нас ситуация сейчас очень пи***. Короче, если я завтра на связь не выйду, и послезавтра мне сейчас посылки дома, хорошо? Юрий Матер сейчас будет на скитерне. Если не выйду на связь, посылки не отправляйте. Да, конечно. Пи***, я тебе говорю серьезно сейчас. Если на связь не выйду завтра, посылки не отправляйте. Хорошо, я поняла. Чего еще так х**? Я не могу, я мать вообще. Просто я вообще такого не ожидал. Истинную ситуацию на фронте российская пропаганда скрывает, часто выдавая желаемое за действительное. И стремительное контрнаступление украинской армии россиянам преподносят, как перегруппировку сил и жест доброй воли. И там еще не говорили и по телевизору, что нашу колонну разъехали? Нет, я не слышал. Телевизор включен. Не говорили, какую вашу колонну. Ну вот, что ехали мы когда. А вы живы все? Да, ну все, все. Наступают вооруженные силы Украины и на херсонском направлении. Солдат в перехваченном звонке пожаловался супруге, что спустя несколько месяцев относительной тишины украинцы активизировались и применяют весь арсенал вооружения. Как у вас там обстановка? Хорошая мама. И он, с утра, ездили на позицию. И еще осталось, что это забрали. Даже стрелять, мы быстро свалили от едва. Но они не берут ни в кольцо, ничего такого? Я х** не знаю. Что-то мне кажется, что уже вряд ли возьмут. Ну, вряд ли, не вряд ли. Ну, что за х**? Там поднимаются. Какого-то х**а. Я думаю, все равно, что, наверное, б**ть, силы какие-то все равно стягиваются. Там мы тоже думали, в мае домой. Авиация стала х**а. Все, окончательно, все классно. Все, 4 месяца х**а. И они не пробивают, проходят, проходят, к нам х**а. В принципе, нормально. Украинские военные напоминают. Единственный способ для путинских солдат остаться в живых – сдаться в плен. А вся территория и Луганской, и Донецкой, и Запорожской, и Херсонской областей, а также Крым – это Украина. И здесь противнику не уступят ни пяди земли.